Доброе утро, уважаемые трейдеры! Экономическим календарем в том, что мы ждем, какие движения по финансовым инструментам могут произойти и как, в конечном счете, это повлияет на наши позиции, на наши взгляды, ориентиры и ожидания по долгосрочным инвестиционным сделкам. Друзья, ну что ж, неделя начинается довольно неплохо для нас, для трейдеров, которые ставят на рост доллара, продажу нефтянки. Вчерашний день не вовсе был весьма результативным. Я думаю, что если сейчас пробежаться по основным дуэтам активов, на которые мы обращаем внимание, там, австралиец, зеландец против доллара, доллар-канандец, потом европейская валюта, доллар-японская иена, даже американские фонды вернуты сейчас больше уже на стороне продавцов и, соответственно, на нашей с вами, то мы сможем отметить наличие таких позитивных тенденций, которые предполагают ослабление рисковых инструментов и укрепление доллара. Единственное, что пока что разочаровывает британская валюта, но я часто использую такую фразу, как «Еще не вечер», это буквально в смысле так, друзья, потому что на закрытии этой недели, собственно, в пятницу мы ждем выступления Терезы Мэй, премьер-министра Англии, и это выступление, может быть, даже в подавляющей своей части, будет касаться дорожной карты и подробностей того, как она собирается держать удар при очередном этапе переговороческого процесса с представителями Европейского Союза. Надеюсь, то, что Тереза Мэй будет верна своим прежним решениям, то, что Тереза Мэй продолжит делать все возможное, чтобы обеспечить условия хорошего, нормального переходного периода для Англии после того, как состоится, собственно, сам факт Брекзита, и Англия будет из состава Европейского Союза. И надеюсь, что ей удастся согласовать уже с переговорочниками Европейского Союза также нормальные условия о свободной торговле. И полагаю, что она сможет убедить вот в этом ожидаемом позитиве и скептиков, которые сейчас еще разводят руками и не знают, как ответить на вопрос, который сейчас, я думаю, то, что волнует многих. Когда же состоится, собственно, вот этот финальный этап по-разводному процессу Англии и Европейского Союза? Меня этот вопрос тоже волнует, друзья. Но в отношении британской валюты и в отношении, собственно, итогов вот этих переговоров я уже давно занял оптимистичную позицию. Раньше, как только состоялся Брекзит, я был полон скепсис, скажем. Я делал больше акцент на то, что представители не договорятся, а если, собственно, какое-то соглашение будет, это соглашение будет соответствовать и отвечать только нуждам и необходимости представителей Европейского Союза. То есть интересы граждан Европейского Союза будут превыше, собственно, интересов граждан Англии. Но сейчас позиция другая, я стараюсь транслировать ее из месяца в месяц. То, что были и кардинальные конструктивные сдвиги, то, что и Тереза Мэй все-таки уже более не занимает такую оппозиционную позицию. Она готова, скажем, двигаться по пути вот этого перековольческого процесса. Она готова принимать и слушать встречные требования и искать, соответственно, золотую середину, компромиссные начала, которые в конечном счете позволят урегулировать все вот эти спорные вопросы. Ну, может быть, пока что рано говорить о том, что прогресс очевиден. Я не собираюсь перебеждать вас, друзья, в том, если вы, к примеру, разделяете другую позицию. Но все-таки, если вы торгуете британской валютой, вам нужно определиться, какой исход, скажем, кажется вам более вероятным, и держать, строить, собственно, не позволяя никакому фундаменту заставить вас в чем-то переубедиться, изменить решение. В данном случае я здесь занимаю все-таки положительную такую позицию в отношении британца и жду, что прогресс будет. Это еще даже не касаясь тематики ужесточения монетарной политики, о которой мы также очень много говорим. Сегодня я про перспективы повышения ставки говорить не буду, поскольку очень много времени всегда этому уделяется. Если, скажем, будут новые отчеты британского происхождения, мы снова вернемся к этой тематике. Ну, поэтому предлагаю, в принципе, с парой фунт-долларов на сегодня закончить. Мы уделили не так много времени. Котировки 1.38.98. Друзья, может быть, кого-то испугали текущие значения, и, возможно, вы уже переплицировали себя продавцов. Я отмечу сразу то, что я продаю рисковые инструменты в одно только лишь фунт. Остается, скажем, в арсенале моих инвестиционных сделок, где я планирую видеть более высокие ценовые значения и верить в то, что пара закрепится выше отметки 1.40. Ну, а теперь давайте поговорим про более насущные инструменты. Нефтянка 66.42 – это закрытие прошлого дня, 66.22 – сейчас, снижение продолжается. Это хорошо то, что рынок все-таки немного отрешился от того позитива, который на площадках сложился, и сейчас, возможно, видит действительно вот эти предпосылки, о которых мы говорили, уделяет им больше внимания в качестве того, чтобы формировать какое-то движение. Хорошо то, что мы сейчас видим, как нефть снижается, потому что если настроения не будут особо меняться, скажем, до конца этой недели, мы сможем уверенно закупиться ниже 65 и снова ориентироваться на поддержку 60 долларов за баррель. Причина, по которой, собственно, котировки нефти ослабли. Мы днем ранее говорили о том, что спрос на черное золото обеспечивает слабо американская валюта. Сейчас, после выступления в Конгрессе Джерома Пауэлла, то есть председателя американского регулятора, после его явного подтверждения того, что ФРС остается на пути повышения процентных ставок, у доллара появился хороший фундаментальный фактор роста, и этим фундаментом американская валюта пользуется. Поэтому сейчас мы теперь уже можем сказать, что нефтянка не получает поддержку от слабого доллара, а, напротив, начинает испытывать давление укрепления его курса, потому что, как вы все наверняка знаете, стоимость сырьевых инструментов номинирована в американской валюте, и как только серьезные изменения происходят в ней, соответственно, укрепление либо ослабление курса влияет на спрос на сырье. В данном случае я вижу в бодрости американца вполне оправданную локальную причину, собственно, давления на котировки нефти. Хочу отметить также довольно интересное высказывание директора Международного Невчинского Агентства Фатиха Бироли, который позволил себе сделать довольно громкое для его статуса и положения заявление о том, что американские производители, скорее всего, реально уже претендуют на то, чтобы обогнать Россию и занять первое место по объемам нефтедобычи. И, собственно, такая позиция, условно, имеет место быть, и мы не сомневаемся в том, что американские производители действительно окажутся на олимпе по совокупному производству, потому что они уже опередили Саудовскую Аравию, и им ничего не стоит еще, скажем, нарастить объемы добычи больше, чем на миллион, и этого будет более чем достаточно, чтобы занять вот эту позицию номер один, став ключевым производителям углеводородов. Вот как раз про планы представителей американского нефтяного бизнеса мы отчасти уже говорили. Очень часто я привожу вам прогнозы администрации энергетической информации. Напоминаю, что последний прогноз это добраться до планки в 10,6 миллионов уже до конца первого полугодия, собственно, этого года, и планы более чем реализуются. Сейчас у нас сегодня, кстати, будет, скажем, актуальнее цифры по изменению недельного объема производства нефти и запасов. Соответственно, в этих цифрах будем ждать поддержку для нашей короткой позиции, потому что я практически не сомневаюсь, друзья, в том, что запасы у нас могут подрасти. Кстати, вчера, по данным Американского института нефти, это статистика, которая классически традиционно предваряет официальные цифры запасов, действительно выросли, ну пусть и на символичную цифру, 0,9 миллиона. Я уверен в том, что многие трейдеры, которые следят за нефтянкой, уже признали то, что рынок развернулся. И вот эта нисходящая тенденция, она очевидна, но, может быть, эта тенденция нуждается в дополнительном топливе. И как раз катализатором для еще большего снижения и еще большего давляющего эффекта на Brent и на WTI могут выступить все правительственные данные, которые мы, друзья, сегодня с вами и ожидаем. Согласитесь, то, что обращать внимание уже на комментарии ближневосточного коротеля о том, что они будут делать все возможное, чтобы сохранить приверженность и договоренности по снижению добычи до конца 2018 года, уже маловато, чтобы сохранить покупателей на этом рынке. Нужен какой-то другой мощный фундаментальный позитив, но вот в начале этой недели признаю также, что практически было потянул эту ношу фундамент по сокращению экспорта и объема добычи, собственно, в Ливии. Но эта тема сейчас понемногу рынков забывается, и я уверен в том, что месторождение на юге данного государства снова войдет в привычный штатный режим работы, возможно, уже до конца этой недели. И на рынке уже не останется ни единого фактора поддержки для цен на нефть. Поэтому сегодня, друзья, мы ждем официальные данные, ждем, что снова мы получим подтверждение роста объема нефтедобычи в Штатах, и в связи с этим можем увидеть большее ослабление цен на черный золото. Вот такой статистически еще интересный экскурс, уже такую небольшую историю, то, что в 2017 году у нас, мы наблюдали по цифрам еженедельный прирост нефтедобычи примерно на уровне 15-18 тысяч баррелей в сутки. Сейчас, в 2018 году, вот по прошествии уже двух полноценных месяцев, мы работаем с цифрами примерно в 60-70 тысяч баррелей. Это серьезный прогресс, это рост, который превосходит показатели прошлого года практически в 4 раза, и это еще одно доказательство того, что американские производители будут использовать все те условия, которые сложились на рынке, чтобы и увеличить производство внутри страны, и также нарастить объем поставок и экспорта на глобальном, энергетическом рынке. Нефть продаем. Рубль 56.31, вот так и что требовалось доказать, стоило только котировкам, скажем, дать заднюю, снова отступить, и рубль также логично эволюируется. Один тиры вы знаете, поэтому предлагаю плавно перейти к доллару японской и неицинам, поговорить про американскую валюту, потому что это очень важно сейчас в свете того события, которое случилось вчера. Американская валюта сейчас против иены торгуется выше 107. Мы помним то, что в рамках вчерашней торговой сессии неохотно быки подключались к покупкам доллара, потому что гадали еще все-таки, что будет сказано Джеромом Паулом, будет ли он поддерживать политику высокопроцентных ставок, либо повторит озвученную ранее позицию доллара о том, что вряд ли сейчас настраивается на какую-то, скажем, крутую траекторию ужесточения политики. Но в итоге Джеромом Паул нас не разочаровал. Мы, по сути, получили вторую Джанет Ерин, поскольку понимаем, что это как раз те лидеры регуляторов, в данном случае регуляторов США, которые лоббируют конкретно политику, в данном случае это политику ужесточения режима, нормализации процентных ставок и их разгона. Кстати, до выступления Джерома Паула вышел отчет по заказам товара длительного пользования, и я было здесь немного трухнул, потому что заказы товара длительного пользования просели на 37% в месячном выражении, доллар тут же кликнул с ослаблением, и стало боязно, действительно, потому что если бы риторика Джерома Паула не была такой, какой мы в итоге услышали, то доллар мог бы очень серьезно провалиться. Но теперь, что касается его речи, скажем, первой речи в Конгрессе, читался, по сути, сделал доклад о денежно-кредитной политике, обозначил прогнозы конкретных изменений, которые грядут в ближайшее время, и что примечательно, то что его доклад полностью содержал до единого все те тезисы, которые мы получили вот на прошлой неделе, когда были опубликованы протоколы американского регулятора. То есть он подтвердил, что американская экономика на текущий момент с учетом показателей является довольно сильной, и на фоне тех ожиданий, которые присутствуют по ряду показателей, действительно на рынке сейчас создан фундамент для роста процентной ставки. Джон Пау фактически обозначил готовность в ходе следующего заседания пересмотреть прогнозы роста экономики и инфляции с повышением. Друзья, в этом сомневаться не нужно, потому что, ну, с учетом действительно тех отчетов, которые мы получаем по разным секторам экономики, только в сторону повышения прогнозов и нужно пересматривать, потому что какой бы сектор мы ни взяли, у нас позиционная картинка весьма оптимистичная и явно отражает тот прогресс, который сохраняется. Джером Пау абсолютно уверен в том, что инфляция будет стабилизироваться вблизи целевого значения в 2%, то, что те реформы, которые удалось реализовать администрации Трампа, будут способствовать ускорению экономического роста, будут способствовать росту заработных плат, а также динамики улучшения с бюджетами, с доходами домохозяйства, будет облаговолить ситуация с ростом занятости, с украшением безработицы. Ну, это такие простые моменты. Ну, за что лично я благодарю Джерома Пау, то, что в отличие от Джанет Йеллен, он оказался более конкретным и позволил себе сделать заявление о том, что с конкретными цифрами, друзья, у нас всегда цифр не хватало, то, что три повышения процентной ставки, то есть то, что ставки будут повышаться, это уже признанный факт, который не требует какого-то дополнительного подтверждения. Ставки будут повышаться. Но Джерома Пау сделал заявление о том, что вероятность повышения трех, собственно, вероятность трех повышений в этом году составляет 57%. Ну, то, что выше 50, это вдохновило трейдеров, потому что мы тут же увидели, как на этот комментарий, вот как раз на этот комментарий, откликнулись доходности американских облигаций, за рост трежерис отреагировал в этот раз и американец, и, собственно, американский фондовый рынок, который просил тоже по абсолютно логичным и понятным тенденциям. То есть главный вывод о том, главный вывод о перспективах денежно-ходительной политики, то, что ФРС будет продолжать повышать ставки, будет ориентироваться на показатели, и темпы ужесточения политики будут зависеть от того, насколько хорошей дальше будет выходить статистика, то, что ФРС будет лавировать между рисками перегрева экономики и рисками, точнее, и необходимостью достижения цели по инфляции. Более того, я хочу сказать, друзья, то, что после той речи, которую мы услышали, трейдеры начали спекулировать даже не на идее трех повышения процентной ставки, а уже многие говорят о высоких шансах увидеть даже четырехкратное повышение ставки. Ну, может быть, на четыре пока мы с вами настраиваться разы подобных изменений не будем, но даже трех будет вполне достаточно, чтобы треяже затрепились выше трех процентов, я думаю, даже выше трех с половиной процентов, ну и, соответственно, обеспечили доллар очень хорошей фундаментальной поддержкой. По доллару японской иене в свете, опять же, вчерашки комментариев, нужно держать исключительно длинные позиции, друзья, ну, точнее, даже по американцу, по индексу доллара. Вот что касается доллара японской иены, то здесь есть, скажем, один форс-мажор, он связан с рисками снижения фондового рынка. А если все-таки удастся американской фонде устоять и не столкнуться с стремительным медвежьим ралли, то тогда расти у нас, безусловно, будет и пара доллар-японская иена. Но пока лучше все-таки отыгрывать рост доллара против рисковых инструментов и, может быть, с меньшим интересом в связке доллара против защитных оппонентов франка и японской валюты. Но по американскому фондовому рынку я уже в условиях сказал то, что доходности трежерис растут, в связи с этим американская фонда должна отступать. Снова снизился интерес к активам, которые обременены высокими показателями долговой загрузки. Действительно, снова начали говорить о том, как повлияет это преимущество, скажем, негативным образом рост процентных ставок на корпоративный сектор. Мы тоже уже неоднократно подразумевали, поэтому американскую фонду я считаю, что нужно продавать и дальше. Друзья, у нас по S&P, кстати, есть ориентир. Две с половиной тысячи пунктов. Если хватит, скажем, смелости у тех, кто спекулирует этим активом, то профит будет существенным. Но хотя на опыте уже отбоя довольно существенного от уровня, который находится даже повыше, возможно, трейдеры будут довольствоваться профитом и гораздо более оскромным. Европейская валюта снижается. Это характерно такая динамика для всех рисковых инструментов. Но вот, в принципе, причины понятны. Это прежде всего связано с ростом доллара. Но вот в отношении евро я, пожалуй, еще отмечу вчерашнее выступление председателя Бундесбанка Уайдмана, что вот меня поразило. Это человек, который вот на протяжении последних двух лет остро критиковал Европейский Центральный Банк за то, что они продолжают придерживаться сверхагрессивной, мягкой экономической политики. И вчера, собственно, позиция Уайдмана претерпела кардинальные изменения, потому что он присоединился к риторике того же самого Драги и отметил то, что та политика, которая сейчас проводится, возможно, является лучшим решением. И прежде чем мы увидим нормализацию денежно-кредитной политики, то есть повышение процентных ставок, скорее всего, пройдет еще очень много времени. Впереди, друзья, у нас выходные, очень важные для еврозоны, потому что состоятся парламентские выборы в Италии. Кто-то считает, что в эти выходные мы должны получить больше конкретики по поводу формирования коллекционного правительства в Германии и, скорее всего, Меркин получит полномочия, скажем, оказаться таким полноправным канцлером уже четвертый срок при поддержке других политических партий. Не знаю, как откроется евро в понедельник, но уверен, что как минимум на ГЭП мы можем рассчитывать и будем надеяться, что этот ГЭП будет соответствовать той тенденции, которую мы для себя ранее уже обозначили, это тенденция ослабления. Пока европейская валюта нас радует. По фунту мы уже, собственно, с вами, друзья, поговорили. По доллару канадцем ориентируемся на события пятничной сессии, когда выйдут данные по экономическому росту. Я еще раз повторяю, что у нас на основании тех отчетов, которые мы получали ранее, исключительно только слабые ожидания. И сейчас все больше, вот я смотрю за рекомендациями инвестиционных банков, все больше крупных банковских холдингов, инвестиционных компаний, и хеджевых фондов рекомендуют длинную позицию по доллару канадцу, при этом ориентиры гораздо более амбициозны, чем мы, скажем, поставили. Это не 1,29. Многие видят и возможности роста пары до отметки 1,35. Ну, я надеюсь, что причины вам понятны. Но еще, конечно же, на этой неделе мы вернемся к их перечню, перечню, потому что я очень хочу, друзья, чтобы вы заработали на этой валютной паре, потому что, на мой взгляд, действительно, USDCAD, как сделка, как дуэт активов, как возможность для заработка станет очень перспективной, а может быть, даже одной из самых перспективных идей до конца первого полугодия 2018 года. Поезд еще не ушел, пара сейчас торгуется на отметке 1,2773. Если уж метить порядок 1,35, согласитесь, можно еще выжать и не одну сотню пунктов. Сегодня из важных событий я предлагаю сфокусироваться на статистике по штатам. Это ВВП США, это индекс расходов наличных потреблений, которые по значимости сравнивают с отчетом S&P, то есть инфляции. 18.00. У нас второй день выступления доклада Джерома Пауэлова. Я считаю то, что он лишь усилит тенденции, которые были заложены днем ранее, поэтому я полагаю, что сегодня будет крайне замечательный день для доллара. И надеюсь, друзья, то, что рисковые инструменты сегодня посядут еще сильнее. Замыкать день будет отчета по нефтянке, это запасы и объем добычи в администрации электрической информации. Ждем. И этот релиз крайне важный для нефти, который мы, собственно, продолжаем продавать. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Удачный, результативный, хороший, прибыльный торговый сессий. Если есть вопросы, может быть, что-то было непонятно, либо вас интересует какой-то другой актив, либо привычный инструмент, который мы забрали, но в паре с другим активом, может быть, интересуют какие-то красы рынка Форекс. Вы можете задавать вопрос на нашем канале на YouTube. Специально для этого открыто и возможность для комментариев. То есть, это наш привычный канал коммуникации. Пользуйтесь им. Друзья, большое спасибо тем, кто не игнорирует это, задает вопрос, интересуется, подключается к обсуждению. И, конечно же, мое большое, классическое, традиционное спасибо тем, кто помимо вопросов еще и ставит лайки, большие пальцы. Надеюсь, что лайков будет все больше и больше. На этом все. Всего доброго. До свидания.